Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать рассказ Джеймса Олдриджа «Последний дюйм», смотрите это видео и будете знать о приключениях отца-лётчика и его сына столько же, сколько и человек, который прочитал этот рассказ. Написал его Олдридж в 1957 году. События происходят в тот же период в Египте. За 20 лет Бен налетал много тысяч миль и при этом продолжал получать удовольствие от полёта. Раньше он налетал на стареньком DS-3. Работал в Канаде, где приобрёл бесценный опыт. Бен заканчивал лётную жизнь, летая на Фейрл-Чайлде над пустынями Красного моря для нефтяной компании. Но это было раньше. Компания отказалась от попыток найти большое нефтяное месторождение в Египте. И самолёт стоял в одном из ангаров под толстым слоем пыли. Бену было 43. Жена улетела домой в штат Массачусетс. Он обещал весной тоже вернуться, но знал, что не вернётся. Как и знал, что хорошей лётной работы ему уже не найти. У Бена остался 10-летний сын Дэви. Жена не стала забирать его с собой, а ему, как правило, не о чем было разговаривать с сыном. Бен был одиночкой, нетерпимый, раздражительный. Как-то он хотел научить Дэви управлять самолётом. У того хорошо получалось. Но каждый окрик отца доводил его до слёз. Понятно, что таким методом обучения добиться хороших результатов невозможно. Как-то в день редкого приступа доброты Бен взял с собой в полёт над Красным морем сына. Его тошнило и Бен пожалел, что взял его. Но Дэви было интересно. Он спросил, что нужно для того, чтобы правильно посадить самолёт. Отец сказал – всё дело в том, чтобы всё правильно рассчитать. Когда выравниваешь самолёт, надо, чтобы расстояние до земли было 6 дюймов. Не фут и не три, а ровно 6 дюймов. Если взять выше, то стукнешься при посадке и повредишь самолёт. Слишком низко – попадёшь на кочку и перевернёшься. Всё дело в последнем дюйме. Они приземлились в Акульей бухте. У Бена появилась халтура – киносъёмка акул. Телекомпания за такое видео хорошо платила. Дэви спросил, есть ли кто-то ещё в этой местности. Отец ответил, что сюда можно добраться только на маленьком самолёте. Потому здесь больше никого нет. Бен предупредил сына, чтобы тот не смел заходить в воду. А сам надел акваланг, взял киноаппарат и пошёл в море снимать акул. Отец сказал, что минут через двадцать вернётся. Дэви осмотрелся. Вокруг была бескрайняя пустыня. Он подумал, а что будет с ним, если отец вдруг не вернётся из моря. Под водой Бен видел акул. Но они близко не подплывали. Он подумал, что нужно будет их приманить мясом после обеда. Он взял с собой лошадиную ногу на этот случай. Бен подумал, что сегодня он наснимает видео где-то на 3000 долларов. Акулы вели себя прогнозируемо. Только кошачья акула им заинтересовалась. Он немного поснимал и вылез на берег. Телекомпания сделала последний заказ на акул. Потому что количества отснятого видео было достаточно. И у Бена больше не было причин оставаться в Египте. Он откупорил бутылку пива и понял, что не взял воды для сына. Пей пиво, но немного. Дэви пиво не понравилось. Он спросил отца, знает ли кто-то, что они здесь. А отец ответил, чтобы он не волновался. Об их присутствии здесь не знает никто. Только потом он подумал, что мальчик боится не гостей, а того, что может остаться здесь сам. Бен взял приманку, сказал, что вернётся через полчаса и пошёл в море к акулам. На приманку они приплыли очень быстро. Когда плёнка в киноаппарате закончилась, Бен увидел, как кошачья акула поплыла к нему. Она была готова к атаке. Бен стал отбиваться от неё киноаппаратом. На его кровь приплыли другие акулы. Отбиваясь от них, он чудом выбрался на берег. – Дэви, что у меня с ногами? – И жёванные, но лучше, чем руки. Правая рука была почти оторвана. Он увидел мускулы и сухожилия. Левая была похожа на кусок жёваного мяса. В эту минуту он понял, что жизнь сына в опасности. Никто на помощь не придёт. Бен попросил Дэви перевязать ему руки, чтобы остановить кровотечение. Он терял сознание и снова приходил в себя. – Сынок, я буду на тебя кричать, но ты не обижайся. Только от тебя сейчас всё зависит. Понял? Понял. Дэви снял с отца тяжёлый акваланг. Бену стало легче. Он понимал, что единственная их возможность спастись – это лететь на самолёте. И управлять им будет сын. Дэви смотрел на отца и плакал. – Ты умрёшь? – Нет, Дэви. Выберемся. Бен попросил помочь затащить его в самолёт. Дэви спросил, как он в таком состоянии будет управлять самолётом. Бен не хотел раньше времени говорить, что это сыну придётся его вести. Он велел Дэви из камней соорудить для него пандус, чтобы его можно было бы затащить в кабину. Мальчик начал тягать камни. Бен понимал, что умрёт. Главное было дотянуть до какого-то аэродрома, чтобы сын спасся. Он попросил Дэви сбегать за киноаппаратом и погрузить его в самолёт. Это он сказал обычным голосом, чтобы таким образом успокоить сына. Дэви вернулся и сел на место пилота. Бен стал неспеша рассказывать, что нужно делать, чтобы самолёт взлетел. Дул сильный ветер, но он не помешал Дэви набрать высоту. Они полетели вдоль берега. Ветер усиливался. Темнело. Дэви разбирался в картах, потому понимал, куда нужно лететь. Вверх до Суэца, а потом влево до Каира. Отец рядом был без сознания. Они подлетали к Каиру. Бен пришёл в себя. Теперь предстояла самая сложная задача. Посадить самолёт. С трудом Дэви справился. Бен выжил. Ему ампутировали левую руку. О профессии лётчика можно было забыть. Но самое главное – у него был сын, которым можно было гордиться.